Интересный и интригующий репортаж с очередной игры чемпионата России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Многие, отправляя старт в Березники, не верили, что на Пермской земле произойдет чудо и название этому чуду – победа. Слово фартовому Алексею Пикулеву. Аграхим Березники на ваших экранах игроки светлой формы волею судьбы оказался в западной зоне и не растерялся, став крепким орешком для старожилов. Здесь в Березниках был повержен архангельский водник, а в предыдущем туре хозяева нокаутировали казанскую ракету 9-2. И находясь в эйфории после этой победы, Аграхим решился на невозможный – обыграть нижегородский старт. До 13-й минуты хозяева старательно пытались подобрать ключи к воротам Вячеслава Рябова, но отмычек не нашлось. А вот Александр Сергеев наказал мелких воришек, открыв счет в матче 1-0. Трибуны, весьма многочисленные, выдохнули нецензурными выражениями паром по случаю Мороза и призвали своих земляков бить парней в красном. Куманяев откликнулся на не очень трезвый призыв. По своему опыту знаю, чем отдаленнее город, тем более потребляют на трибунах горячительные напитки, причем на глазах у правоохранительных органов. Так вот, Куманяев в одиночку решил проблему гола. Риха прорвался, ушел вправо, уложил Рябова и сравнял счет 1-1. После этого мяча мне посоветовали не снимать, так как Аграхим все равно победит, чего ж позор показывать. Ах, пермики, пермики, вторую часть поговорки говорить не буду, но были вы не правы. Простой штрафной слева вы прозевали. Вадим Морозов отбросил под удар Игорю Агапову и счет стал 2-1 в пользу нижегородцев. Трибуны примолкли. Аграхим, потолкавшись в центре поля, робко с оглядкой на свои ворота полез вперед. А нижегородцы, очень уверенно превратившись в кона на разрушителя, играя шварценеггерским бицепсами, свели неловкий порыв хозяев на нет. И отрядив вперед Александра Сергеева, выложили последнему великолепный пас. И 14-й номер старта ловко объехал всех бело-зеленых и, переложив мяч на удобную сторону, в третий раз огорчил вратаря Аграхима 3-1. Шла 40-ая минута. Уныние, охватившие стан березняковцев, не закончилось до конца первого тайма. В перерыве трибуны растворились в близлежащих барах и собрались вновь через 15 минут. В этот раз начало второго тайма стало обнадеживающим для хозяев. Олег Селиванов, главный судья прописка Новокуйбышевск или, поверьте, местной прессы Самара, назначил пенальти. 12-метровые ворота старта. Вновь бил Куманяев, удар в девятку, Рябов бессилен и 3-2. Радость Аграхима была беспредельна и забрежил лучик надежды, но... Аналогичное нарушение спустя 10 минут совершил защитник хозяев, и Андрей Бегунов был безупречен в реализации 12-метрового 4-2. Казалось, что матч так и завершится спокойно и в пользу старта, но Олег Селиванов, главный арбитр встречи, не сумел сдержать свои нервы. После подачи штрафного Аграхима, конкретно Александр Ваганов, с утолки у ворот замешкался с выхода Вячеслав Рябов, добил мяч в сетку. Селиванов вначале показал, что старт должен пробить штрафной, но атакованный игроками хозяев переменил решение и указал на центр. Но тут же вмешались стартовцы, и Селиванов, заметавшись, вновь подтвердил, что было нарушение правил. И опять Аграхим атаковал арбитра. Разборки на льду длились довольно долго. Рука Селиванова меняла направление, и все-таки после 10-минутного размышления направилась к центру, и счет стал 4-3. Незаслуженный успех приободрил игроков в белом, и их навал принес свои плоды. Аграхим получил право на угловой. Подача бьет Шмидт, и мяч по немыслимой траектории, минуя Владислава Новожилова и Вячеслава Рябова, оказывается в воротах 4-4. Пар на трибунах взвился кверху еще сильнее. Болельщики жаждали победы, но березняковцы вдруг откатились своим воротом, очевидно, решив удержать ничейный счет. До 89-й минуты им это удавалось, но вновь лучшие свои качества проявил Андрей Бегунов. 10 минут благодаря Селиванову он отдыхал, а едва появившись на ледовом поле, получил пас от Игоря Чирикина и Владислава Новожилова. На одном коньке проехал всю команду Аграхима, бить не стал. На замахе поймал вратаря и в пустые ворота отправил пятый мяч. 5-4, победа трудная, но заслужена.